Я не могу не поделиться прогнозом на ближайшие два дня на Черноморском побережье. Смотрите, эта система Посейдон довольно точно дает прогнозы по волне. Ее используют профессионалы, там всякие судовые агенты и так далее. Ну так вот, такого я никогда не видел. А я постоянно наблюдаю в силу специфики своей деятельности, тем, что происходит на море. Смотрите, видите, это черное пятно? Это волны 10 метров. Чтобы вы понимали, вот здесь шкала есть. 10 метров это крайняя позиция, все, больше нет. Это максимально возможный шторм, при том, что вообще, в принципе, если почитать учебники, то вы там узнаете, что, в принципе, больше 8 метров на Черном море волны не должно быть. А это, блин, 10. И это движется на Крым. Это у нас 21 час, воскресенье. Да, на побережье будет, конечно, волна не такая. Друзья, я вас приветствую. Несмотря на то, что сегодня многие украинцы уже вовсю готовятся к Рождеству и к Новому году, потому что осталось меньше месяца и чуть-чуть больше месяца к Рождеству и к Новому году. А понижение температуры ожидается. Понижение температуры воздуха, сильный шторм и буря, где бы вы думали, не на Северном полюсе, а в Украине. Они уже приходят, я имею в виду буря и сильный шторм в Украину. И в центральные области начинает доходить. У нас уже тоже пошел в Киеве снег и ожидается очень сильный ветер и сильный снег. Поэтому нужно очень серьезно подойти, как по мне, к подготовке этого масштабного события. Не игнорируйте, пожалуйста, эту стихию. Потому что может быть много раненых и погибших из-за этой непогоды, как уже когда-то было. Мы здесь, друзья, на канале «Последнее время», чтобы предупредить вас. Дай бог, чтобы все обошлось. Но лучше готовиться к худшим обстоятельствам. Дай бог, чтобы все обошлось. Дай бог, чтобы все обошлось. Дай бог, чтобы все обошлось. Размышлять о том, что грядет в Украину и что уже началось. Хочу прочитать вам несколько новостей и показать вам несколько видеосюжетов для того, чтобы мы серьезно поразмыслили. Итак, мощный шторм с волнами 8-10 метров обещают в оккупированном Крыму. Об этом говорит мониторинговая система «Посейдон». Говорят, что эта система никогда еще не ошибалась. Местами у берегов полуострова уже бушуют волны. То есть нужно готовиться, друзья. Что-то серьезное там намечается. Вот еще одно событие, которое взаимосвязано друг с другом. Что происходит на трассе М-15 Одесса-Рени, которая идет на Бухарест. А перекрыта для всех видов транспорта эта трасса, эта дорога из-за сильного снегопада. Вот вы можете сейчас видеть у себя на экранах происходящее. Также действуют ограничения для грузовиков на трассе М-05 Киев-Одесса. В Одесской области из-за непогоды обесточены некоторые населенные пункты. В Одессе падают деревья. Поэтому я и предупреждал, друзья, о том, что нужно быть очень осторожными. На одесских трассах произошло несколько аварий. Уже двое пострадавших, друзья. Уже на сегодняшнюю минуту. В это же время, вот то, что происходит там на трассе. Машину скорой помощи с беременной женщиной вытащили из снежного плена в Одесской области. Там продолжает бушевать непогода. 131 населенный пункт остался без света. На трассах сложно проехать. Из-за непогоды завтра школьники будут учиться онлайн. Хорошо, что есть такая возможность. Раньше такого возможности не было. А, скорее всего, и в Киеве, если начнется, то тоже, скорее всего, будут занятия онлайн. Пока не объявляли, но уже могут объявить. То есть, чрезвычайное положение, да, ЧП, как говорится. Подобная погода может ожидать и центральные части Украины уже сегодня вечером. То есть, у нас уже пошел снег, уже сильный ветер. И прогнозируется сильная непогода. Друзья, ну вот, вкратце, вот такие новости. Это серьезное предупреждение для нас, украинцев, друзья. Будьте осторожны, смотрите по сторонам. Запасайтесь свечками, запасайтесь аккумуляторными фонариками. На случай, если вдруг пропадет свет в вашем регионе. Запасайтесь продуктами долгого хранения. На случай, если что-то случится. Ну, проблемы, я помню, были проблемы. Там лет 8, наверное, назад была снежная буря в марте в Киеве. И дошло до того, что хлеба не было в магазине, потому что не было свежего подвоза. То есть, там буквально неделю бушевала буря. И, ну, там начали пропадать продукты в магазине, хлеба. Я не то, что нагнетаю, друзья, я просто предостерегаю. Давайте будем осторожными здесь. То есть, если есть возможность, запаситесь какими-то продуктами, там, на неделю, на две. Долгого хранения. Не выходите на открытые пространства. Смотрите по сторонам. Будьте осторожны. Потому что не только прогнозируют снег. Вот, если бы просто снег. Хотя снег это тоже стихия, если в большом количестве. А там, по-моему, обещают 20-30 сантиметров снежного покрова. Можете себе представить. То есть, это прилично, да? Прилично. Вот. Но прогнозируют не только снег, но и ветер. Поэтому, друзья, братья и сестры, дорогие зрители, будьте осторожны. Предостерегаю вас. И давайте молиться о том, чтобы Господь нас сохранил и защитил от этой стихии, от этой непогоды. И чтобы мы остались целы и невредимы во славу Господу. Будем прославлять Господа дальше. Будем уповать на Него. Не прощаемся. Впереди нас ждет очень много интересных видео. Дай Бог, будем живы, не помрем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До следующей встречи. С Богом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!